Продуктовый магазин пытались ограбить двое пьяных мужчин на улице Декабристов. Покупатели набрали всевозможные товары и решили пронести его мимо кассы. А когда продавцы попытались их задержать, устроили драку. Все происходящее попало в объективы и камер видеонаблюдения. Это Регина тут, его уже остановила здесь. Он хотел... Ой, видите, он хотел убежать. Это настоящий грабежчик. А у него карман еще приносит. Это настоящий грабежчик. Вот я там еще вон дерусь. Сотрудники магазина говорят, мелких воришек они ловят регулярно. Если сумма ущерба небольшая, даже полицию не вызывает. Лишь забирает украденные товары и отпускает всех в Асфоясе. В этот раз разойтись миром не захотели сами злоумышленники за свою добычу. Двое взрослых пьяных мужчин решили бороться и накинулись на девушек-продавцов с кулаками. Вот смотрите, как он... Пинается еще? Пинается. Я его задержать хотела. Это вот именно вот это, да? Да. Ну вот второй, который убежал. А вы здесь часто бываете, нет? Скажите мне. Первый раз вообще здесь присутствует. А товарищи где? У меня нет товарищей. На этого мужчину вместе с его другом сотрудники супермаркета сразу обратили внимание и следили за обоими по мониторам видеонаблюдения. Как выяснилось, не зря. Приятели сразу набрали бытовую химию, а также спиртное. После чего пошли к выходу мимо касс. Купил шампунь, моющие средства, бытовую химию себе. Ну понимаете, каждый день же нужен. Ну да. Душь, понимаешь. Так вы купили все-таки, через кассу прошли? Я не происходил через кассу. Я не дошел на кассу, но меня напали в продавцы, и начали меня избивать. Одному из злоумышленников с боем удалось убежать. Второго задержали из-за его собственной глупости. Ведь спустя несколько минут после грабежа мужчина снова вернулся в магазин, так как вспомнил, что в камере хранения оставил свои вещи. Как только он появился на пороге супермаркета, его скрутил подъехавший экипаж группы быстрого реагирования. А вот все вещи, которые я не засовываю. Все вот эти вещи. Здесь и спиртное. Да, и шампуни. Как такое у них все в карманном месте? Ну, один этот держал так, у этого все в карманах было. То есть водка была здесь в карманах, тут карманов много как бы в куртках. Установить личность второго злоумышленника, скорее всего, не составит никакого труда. А какое-либо серьезное наказание неадекватным мужчинам грозит лишь в том случае, если удастся возбудить уголовное дело по статье «Грабеж», совершенный группой лиц по предварительному сговору. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания на нефтяной скважине в Альметьевске. Напомню, пожар произошел возле Серла Верхняя Мактама. В экстренные службы сигнал ОЧП поступил в половине третьего ночи. К трем часам очаг пламени был ликвидирован и еще через полчаса пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате происшествия серьезной ожоги получили 54-летний бурильщик капитального ремонта скважин и его 33-летний помощник. Сейчас состояние обоих оценивается врачами как тяжелое. По версии следствия, ЧП произошло в результате нарушения правил охраны труда, работаемой должностными лицами, ответственными за проведение капитального ремонта скважины. В настоящий момент на одном из предприятий изряды необходимая документация, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование, к вам, дело продолжается. По подозрению в ограблении аптеки, полицейские задержали мужчину. Все произошло сегодня около 10 часов утра на улице Сартлановой. Задержать злоумышленника удалось в том числе и благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи. Вот он доходит. Видите? Фармацевт рассказала, что на дорогие таблетки, которые попросил мужчина, сейчас скидка. Поэтому не удивилась, когда тот попросил сразу несколько пачек. В общей сложности он должен был заплатить 4,5 тысячи рублей. Однако покупка затянулась. Какое-то время посетитель никак не мог найти деньги. Он как будто на показ постукивал себя по карманам в поисках наличности. Неожиданно он схватил пакет с медикаментами и побежал в сторону двери. А он, наверное, не думал, что у нас тут камера есть? А может, вообще ничего не думает? Нет, не угрожал. Мне показалось странным. Он как-то ковырялся в карманах все время. Что-то там искал. Ну, я стою, ему в руки ничего не даю. Я думала, он деньги достает. Я ему еще стою про карты рассказываю, про дисконтные. Ну, вот он руку сунул, схватил и убежал. По словам работников аптеки, раньше они никогда не видели этого мужчину. На место происшествия приехали полицейские с кинологом. Пока собака брала след подозреваемого, эксперты-криминалисты снимали отпечатки пальцев с входной двери. В это время оперативники смотрели видео с камер наблюдения. Довольно быстро поиски предполагаемого грабителя увенчались успехом. Благодаря оперативной работе полицейских, подозреваемого в грабеже удалось задержать в течение часа по горячим следам. Его доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Сегодня ночью в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его знакомый похитил у него сумку с крупной суммой денег и сбежал. Экипажи полиции оказались на месте через несколько минут, но сначала даже не смогли найти заявителя, поскольку телефон у него был недоступен. Лишь спустя время полицейские установили адрес проживания мужчины и нагрянули домой. Оказалось, что после звонка дежурным 02 пьяный пострадавший добрался до квартиры и лег спать. Он удрал, вот я за ним в носы и догнал его. В своих показаниях пьяный мужчина все время путался, не мог точно объяснить, на какой именно улице на него напал и куда потом убежал злоумышленник. Стражам порядка удалось выяснить, что в этот вечер пострадавший возвращался с работы. Получив зарплату, он первым делом зашел в рюмочную, а после застолья отправился домой. Но по пути разговаривался с каким-то молодым человеком. В честь знакомства в ближайшей подворотне оба снова выпили, а дальше произошло неожиданное. Новоиспеченный приятель начал склонять взрослого человека к интимной близости. Когда же взаимности не добился, сильно расстроился. А чтобы хоть как-то компенсировать полученную обиду, забрал у мужчины его авоську. Мало того, что пострадавший не мог вспомнить точные приметы своего любвеобильного собутыльника, так еще он догадался сообщить о грабеже в полицию лишь спустя время. Поэтому не было никаких шансов на то, чтобы задержать злоумышленника по горячим следам. Где-нибудь сколько было в сумке? Нет, 20 тысяч, не меньше. 20 тысяч? У вас зарплата была, что ли? Да. Всю зарплату забрал он, да, получается? Да. Для выяснения всех деталей произошедшего, пьяного мужчину решили доставить в ближайший отдел полиции. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Длинномер, груженный бутылками с кетчупом, опрокинулся в кювет. Авария произошла сегодня днем на федеральной трассе в Верхнеусловском районе. Лежащая на боку машину снял на камеру мобильного телефона очевидец. Можно заметить, что из разбитого кузова на дорогу вывалились сотни банок с томатным соусом. По словам очевидцев, спустя какое-то время на помощь к водителю приехал другой грузовик. Подробности происшествия уточняются. Настоящий день жестянщика пережили накануне казанские автомобилисты. После снегопада на проезжих частях образовался настоящий каток. Наиболее сложная ситуация сложилась на мостах и дорожных развязках. Например, из-за гололеда на мосту Миллениум произошло сразу несколько ДТП. Владелец новенького Hyundai Solaris буквально только накануне перекинул резину на летнем. Думал, в конце апреля никакого форс-мажора с погодой не произойдет. Но ошибся. Во время снегопада вообще не хотел никуда выезжать на своем авто. Но дела вынудились сесть за руль. Мужчина говорит, ехал крайне осторожно. Старался держать максимальную дистанцию до других машин. У меня расстояние где-то 100 метров было. Все равно бесполезно. Ну, я где-то 50 километров в час ехал. На бледенелой дороге не смогли справиться с управлением водители машин даже на зимней резине. Изначально Lada, которая была на шипованных покрышках, развернула поперек проезжей части. В этот момент в нее и влетела Hyundai. Он сзади меня ехал. Меня осталось заносить. Он резко перестроился вправо и в бок не залетел. Через несколько минут после первой аварии всего в нескольких метрах произошла еще одна. На этот раз, пытаясь объехать разбитые машины, столкнулись Lada Kalina и Toyota RAV4. Автомобили переградили почти всю проезжую часть в направлении улицы Ершова. Поэтому на мосту Millennium образовался огромный затор.